Это сегодня уже не первое видео. С кем-то я уже поздоровалась, с кем-то еще не поздоровалась. Кто впервые попал на мой канал, всем-всем привет! Видео делаю в нашей комнате. Это на втором этаже, из четырех комнат. Одну комнату мы... Раньше это была спальня, а мы ее переделали, покрасили вот недавно, обновили. Здесь у нас тренажеры стоят, так что сегодня видео для спортсменов. На самом деле, сегодня мы поговорим, пока я еще не забыла все, о визе K1 интервью, часть, которая называется интервью. У меня уже есть несколько видео на моем канале о том, как мы ждали процесс ожидания от подачи петиции до визы K1. Ждали мы, напоминаю, 10 месяцев. Вернее, 9 месяцев мы ждали, чтобы рассмотрели нашу петицию. И потом, когда нам пришел ответ, это было в марте, и я записалась на 17 апреля 2018 года. Я была записана на интервью. Я находилась в Америке по туристической визе, и я уже приехала сюда как бы насовсем. Но на тот момент у меня была туристическая виза, по которой я здесь жила в февраль и март. И вот в марте мы получили этот ответ. Я записалась, повторяю, на 17 апреля, и мы с мужем еще в самом-самом начале наших отношений, я ему сказала, я за тебя выйду замуж только, если ты пойдешь со мной на интервью, на собеседование, которое должно состояться, будет в Москве. Все такие интервью или собеседования по миграциям проходят только в Москве. На тот момент, кстати, уже и консульство в Санкт-Петербурге, по-моему, оно прекратило выдавать тогда и туристические визы. Но они там то открываются, то закрываются, это международная политика. Итак, мы с мужем сразу договорились, что мы вместе идем вдвоем на интервью. Он сказал да, все. И только после его согласия мы подали заявление на визу Кейва. Все есть на сайтах, официальные сайты. Так что вот, кто будет интересоваться, какие документы, что нужно, смотрите первоисточники. Послушали какую-то информацию и смотрите первоисточники, чтобы из первых уст у вас была информация. Так, значит, 17-го я записалась. И нам эту дату открыли. Именно ту дату, которую я указала. И в Москву из Лос-Анджелеса я полетела. 12-го я вылетела из Лос-Анджелеса. В Москве я была 13-го. 14-го я пошла на медкомиссию. И мои результаты были готовы только на следующий день. Так что вот для тех девочек, кто будет проходить медкомиссию. Иногда результаты готовы в тот же день. Иногда, если очередь длиннее, а сейчас, по-моему, желающих все больше и больше, лучше иметь один день в запасе, как я сделала. Мои результаты были готовы только на следующий день. Не в этот же день после обеда. Я забрала результаты мои. И на следующий день, это уже что у нас было? 16-е число. 16-е апреля прилетел мой муж в Москву. Я ездила в аэропорт, его встретила. И вот 16-го и 17-го... А, 16-го он прилетел, а 17-го мы пошли вместе на интервью. А потом еще один день мы потратили просто в Москве. Погуляли, все посмотрели, отметили наше успешное завершение всей этой эпопеи. Нам очень быстро одобрили визу, потому что мы были вдвоем. Мы пришли утром. Гостиницу я сняла рядом. Название я уже не помню. Гостиница я помню, что это была дорогая гостиница. Для американцев это недорогая гостиница. 120 долларов в сутки стоил номер. Я там, считайте, неделю жила, и мой муж 3-4 дня там жил вместе со мной. Шикарный был номер, панорамные окна. В конце видео я поставлю несколько фотографий. Гостиница была просто супер классная. Клубный корпус. А клубный корпус там, знаете, еще и всякие привилегии. И у вас и завтрак включен, и в течение дня вы там можете на первом этаже чай, кофе, закуски всякие. А с 5 до 7 там еще и ужин вам предлагают. Все это включено в ваш номер. Плюс все спортзалы, которые есть в этой гостинице. Сауны, бассейн. Все это включено в стоимость вашего номера. А теперь, значит, про интервью. Перед нами была женщина, невеста. Она, может быть, такого же возраста, как я. Может быть, немножко старше. Она была одна. Так вот, консул разговаривал с ней минут 15-20. Я уже там по времени не засекала. Но это было долго. Пока мы сидели, ждали, пока нас вызовут. Там несколько окон работало. Но людей-то много. Я слушала и слушала, какие ей вопросы задают. И она все доставала, какие-то документы, какие-то фотографии, что-то там, билеты, я не знаю. Она рассказывала полностью, вот как они познакомились. И все, что они там встречались, общались. И ее спрашивали подробно-подробно. Про встречи, про мужа, про семью. Про все-все-все. Она была одна. А причем консулы сейчас, и меня тоже самое, они просят, сначала вы общаетесь на русском языке, потом они хотят проверить, как вы общаетесь со своим избранником на английском языке. То есть, если, я даже не представляю, если вы не знаете английский, да, и вы вдруг выходите замуж за американца. Я вот даже не знаю, какой результат будет, потому что вот эту женщину, сначала она на русском языке изъяснялась, отвечала на все вопросы. А потом консул говорит, а теперь, пожалуйста, ответьте на мои вопросы на английском языке. И она начала отвечать, как могла. У нее, конечно, там не очень был хороший английский язык, но все-таки отвечала она. Я вот слушала и думаю, да, если бы я одна была, я бы там, наверное, тряслась, волновалась, это был бы кошмар вообще и ужас бы. И мне могли бы и отказать, потому что, знаете, от этого волнения человек просто теряется. Хотя консулы, консулы доброжелательные, они улыбаются, они просто хотят понять, насколько ваше отношение реальное. Вот. Наша очередь, когда настала, нас вызвали, мы с мужем подошли, мой муж очень веселый человек такой, общительный. Он, конечно, начал сразу общаться, тем более тут тоже американцы, там хи-хи-ха-ха. И потом консул говорит, пожалуйста, моему мужу говорит, а теперь, пожалуйста, дайте возможность, мы пообщаемся с вашей невестой. Вот. И начали меня спрашивать, как мы познакомились. Ну, я сказала, что мы познакомились на сайте Еленас Моделс. Вот. Как мы общались, что мы там каждый день общались, где вы встречались, где была первая встреча. И мой муж тут, конечно, вставил свои пять копеек, что мы встретились в Париже. Это было очень романтично. Вот. И потом тоже меня попросили ответить. Я уже не помню на парочку вопросов на английском языке. Хотя я сказала, сразу сказала, что мы, когда мы переписывались... У меня не очень хороший английский, и когда мы общались с помощью писем, я всегда писала на русском языке. И мой муж переводил на английский. Он мне писал по-английски, и я с помощью Google Translator я переводила на русский язык. Вот так мы общались. Я сказала об этом. Ну, все-таки, там, несложно. Было несложно. По-моему, один вопрос только я ответила. И, по-моему, даже меньше трех минут у нас на всю эту беседу ушло. Ну, не больше это сто процентов. Нам сказали, все, мы вас поздравляем, ваша виза одобрена. Вот так проходило интервью. Больше что-то там в очереди. Я не видела невест именно со своими женихами. Не видела. Ну, очень много людей, кто с туристическими там визами, и кто просто на ПМЖ уезжает. Вот таких было, они с семьями приходили. Вот. Так что, кто будет готовиться, может быть, кому-то эта информация будет полезна. Лучше, если вы с вашим женихом придете вдвоем на интервью. И консулу будет достаточно того, что вы пришли вдвоем. Значит, ваши отношения серьезные. Если только одна невеста, то готовьтесь к серьезному допросу. И учите свой английский. И плюс у вас должны быть, если вы одна пойдете. У вас должны быть подтверждения ваших отношений. Билеты, фотографии. Может быть, какие-то копии переписок ваших. Может быть, он что-то вам там дарил, покупал, я не знаю. В общем, все, что есть, все туда берите. Все это будет помогать вам. Так, ну, пока, пока что на этом закончим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok